Мы летим на планету сладостей! Теперь ты не скоро увидишь Землю! Мы летим на планету сладостей! Мы летим на планету сладостей! Золотое яичко. Автор сценария Роберт Аксельрот. Дорогие мамы и папа, спасибо за письмо. Я бы ответила раньше, если бы не ещё одно приключение. Дорогие мамы и папа, помнишь, как ты водил меня в парк кормить голубей? Ух, какое фото! Ну так вот, у нас вышла история с большой-пребольшой голубкой. Всё началось утром, едва я успела прочесть ваше письмо. Милая моя пуговка, как ты поживаешь? Мы сейчас разрабатываем новый, ещё более эффективный способ выращивания клубники. Понравился ли тебе снимок? Пришли, пожалуйста, свой. Скучаем, целуем. Твои папа и мама. Как мило! Пуговка, скорее, там птица сидит, огромная! Беги, посмотри, ты глазам своим не поверишь. Покажи! Вон, видишь? Она свела гнездо и теперь яйцо высиживает. А что это за птица? Угадай. Откуда мне знать? Тебе ниоткуда. Но ты не расстраивайся. Это самка белогрудого чудо-голубя. Когда я был маленьким, их было видимо-невидимо. Каждую осень к нам прилетала стая этих птиц. Опустившись на жуткое болото, они высиживали птенцов, а затем летели на юг. В наши дни их осталось очень мало, и увидеть такую птицу – большая удача. А мы поможем ей сберечь яичко? Да, и это будет очень кстати. Надо сделать так, чтобы голубка спокойно его высиживала. Иначе есть опасность, что она побелеет. А это плохо? Майкельм объяснил, что если яйцо остынет, его золотистый цвет сменится белым, и птенчик не вылупится. А пока он говорил посмотреть на птицу, собралась целая толпа. Этой птахи цены нет. Я и сам вижу мернее. Вот бы ее зажарить, но это был бы ужин. Дурень! Пенни, когда ты перестанешь думать с желудком? Я имел в виду, что мы можем сделать из нее чучело и продать за большие деньги в какой-нибудь музей. Простите, джентльмены, вас можно на пару слов? Отчего же нет? Побеседуем за чашечкой кофе. Спасибо, мадам Злюкли, все очень вкусно. Да, спасибо за угощение. Давненько мы так не ели. Что вы, не стоит благодарности. Да мы так. Да, из вежливости. Вкуснятина! Кто это? Э, обманул! Ну вот, мы набили брюхо. Чем мы можем служить? Я, пожалуй, шепну вам на ушко. Считайте, что все уже сделано! За нами не заржавеет! Что же прошептала братьям Жуликусам эта таинственная мадам Злюкли? Вскоре нам предстояло это узнать. Доползли. Теперь сюда. Обычно Бенни и Берни шумели так, что их было слышно за милю. Но на этот раз они сумели проскользнуть мимо окна моей спальни, не разбудив ни меня, ни Гоуи. Цыпа, 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 цыпа. Что случилось? Надо поскорей проведать гнездо, Перси. Яйцо исчезло. Говорите, его кто-то украл? Она искала его все утро, а вы смотрели и не знали, что делать, так? Да. Все верно, Скутер. Мы должны найти вора. Просто обязаны. А улики есть? Так-так. Занимаетесь частным сыском и не можете найти ни одной улики. Только подвернулась эта девица, и как назло, катастрофа с зубами. Ковырялся бы спичкой, а не гаечным ключом. Помолчи. Эй, что у вас за темные делишки в этот солнечный день? А тебя, сорванец. Наши дела не касаются. Кому честный заработок не по зубам, тому зубной врач не по карману, Берни. Дошла? Эй, слушай, ты! У нас самое что ни на есть честная работенка, так что молчал бы ты. Мы заполучили одну ценную вещичку. Закрой рот на замок, а то мы оба из-за тебя влипнем. Я попал в самую точку. В смысле? Надо за ними проследить. Они похитили яйцо у нее на глазах. Мы видели, как отчаянно атакует их голубка, и других доказательств не требовалось. Теперь мы знали наверняка, кто взял яйцо. Улетела! Думаете, яйцо еще у них? Конечно! Где же ему быть? Как она разозлилась, Берни! Она же все знает! Что нам теперь делать? Работаем по плану. Несем яйцо дамочки и забираем деньги. Да, но как мы отсюда выберемся? Эта пернатая тварь так и кружит над домом. Она нас заклюет! Может плюнуть, да и выкинуть яйцо в окошко? Как думаешь? Ты спятил? Мадам злюк ли нам за него отвалить целую гору монет? Слушай, мы проскользнем мимо птички, если она нас не узнает. Надо замаскироваться. Не бойся, думай о том, как мы разбогатеем. Да, я только об этом и думаю. Э-э, Берни, птицы не видать. Так. Ну что же. Кого они хотят обмануть? Пусть глупый наряд братьев сбил с толку голубку, но нас они не одурачили. И уж мы-то знали, что в черном саквояже лежал не мячик. Весь вопрос был в том, куда они везут яйцо. Мы прыгнули на мотоцикл скутера и помчались в вагоню. Братья здорово оторвались, но мало-помалу мы их нагоняли. Кто это за нами гонится? Берни, там эти трое. Держись, мы от них уйдем. Похоже, они направляются к жуткому болоту. Эй, братец, поддам по косму. Ты слышишь? Они догоняют. Слышал. Берни, назад, яйцо. Рули к нему. Понял. Ловлю. Сядь как следует и держи его крепче. Берни, там впереди камень. Даже не один, а целых пять. Эй, что с нами будет? Держи яйцо. Берни, там впереди камень. Яйцо все еще у тебя под мышкой. Нет у меня под мышкой. Не заметив, что братья попали в аварию, мы поехали дальше, к болоту. Им точно некуда было свернуть. Я пойду поищу их. Но ведь здесь живет чудище Несси. Глубенький Несси наш друг. Она помогла нам найти волшебную клубнику, чтобы вылечить твоего папу. Только потому, что мы ему вытащили из горла кость. Какой ты трусишка. С виду жуткое болото было не таким уж и жутким. Я решила позвать Несси на помощь. Несси! Несси! Я вижу, к небу поднимается дым. Должно быть, кто-то топит печку. Эй, я вижу дым! Что она сказала? Я собралась на мотоцикл, и мы поехали в направлении загадочного сигнала. Смотрите, там домик! Не думал, что здесь кто-то живет. Кому-то из нас надо заглянуть в окно. Нет, мы будем наблюдать с безопасного расстояния. Кого мы видим? Словно прокатились! Эй, подам злюкли! Мы здесь! Ну, где эта дамочка? Я уже заждалась. Здрасте, здрасте, здрасте! Яйцо у нас, так что гоните денежки! Повежливей! Мне, между прочим, 150 лет! Что она сказала? Вам 150 лет? Да, именно столько! Не может быть! Я принимаю тайное снадобье. Волшебный эликсир молодости из яйца Чудо-голубки. Я пью его вот уже столетия с четвертью не меньше раза в год. Хотя эта птица уже почти не встречается в природе, я все-таки сохраняю свою немеркнущую красоту. Это многое объясняет. Теперь ясно, почему Чудо-голубь стал исчезающим видом. Дайте яйцо, пока оно еще свежее. Нет, сначала денежки. Сначала яйцо. Деньги. Яйцо. Победы. Яйцо. Капуцу. Отдайте его сейчас же! Нет, мы пошутили. Я все равно его у вас заберу. Хватаем. Не дайте им его унести! Майкл сказал, что если яйцо остынет, оно побелеет, и птенец не вылупится. Так что нам надо было торопиться. А ну, давайте! Только бы они поскорее выдохли, Берни. Нам надо срочно вернуть его, голубки. Берси! Ловлю! Отличный пас! Ну все, нам некуда бежать. Вы не захватили плавки? Отдавайте, мы его первые взяли. Видишь, сам сказал, что вы его украли. Да? Ну... Хватит разговоров, оно мое! Что же нам теперь делать? Оно белеет! Надо отдать его матери! Кажется, у нее сломано крыло. О, нет! О-о-о! А теперь отдайте! Прочь! Когда эти трое на нас двинулись, я подумала, что нас бы мог спасти только полк королевской охраны. Несси! Это ты! Привет, Несси! Нужна твоя помощь! Надо, чтобы кто-то высиживал яйцо. Как видишь, мама слишком слаба. Может, у тебя получится? Попробуешь? Эй, побежали! Вы даже не знаете, что наделали. Я чувствую, как моя молодость уходит. Через несколько мгновений я буду выглядеть на свои 150. Я столько десятилетий дурачила весь мир, а меня так ловко провели трое детишек. Горе мне! Горе! Горе! Одна надежда, что мне подвернется другая чудо-голубка. Я считаю, что она все равно должна отдать деньги. Эй, мадам, взлюхли, где вы? Откликнетесь. Мадам, зачем же вы прячетесь? Эй, где вы? Неужели даже пирожными не угостите? Несси перевезла нас в свою пещеру, где мы быстро смастерили гнездышко. И Несси свернулась вокруг него клубком. К тому времени яйцо совсем уже побелело. Но еще оставалась надежда, что тепло-чудище вернет птенца к жизни. Ну как ты, голубка? Надеюсь, мы не опоздали. Как ты думаешь, хватит тепла? Все напрасно. Получилось! 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 Ну давай же, давай! Давай, давай, Феечка! Давай! Согревайся, давай! Давай, давай, я знаю, ты можешь! Ну, ну! Согревайся! Еще немножко, давай! Прости, голубка. Мы сделали все, что могли. Оно теплое! Теперь все будет хорошо! Молодец, Несси! Превосходно! Поздравляю! Спасибо, Несси! Ты лучше всех на свете! Вот, мама и папа, какое это было приключение! А Перси сделала снимки, которые я вам посылаю. Это мы с голубкой, а это наша героиня Болотное чудище! Хоть она большая и страшная, у нее золотое сердце! Эй, пуговка! Хочешь посмотреть на новорожденного чудо-голубя? Да! Да! Очаровательно! Поблагодарите от меня, Несси! А знаете, почему у этой истории вдвойне счастливый конец? Потому что птенец не только вылупился, но и сразу научился летать! Счастливо вам перезимовать на юге! Не забудьте прилететь сюда на будущий год! Удачи вам! Приятно было познакомиться! Счастливо! Глядя, как мама с сыном летят навстречу закату, Я знала, что никогда не забуду это чудесное приключение! КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ